Здравствуйте! Вы на канале Можжевеловый сад. Сегодня 17 апреля, на улице утро, плюс 9 градусов, ночью шел дождь. И как раз в такую погоду хорошо показывать красивые изменения на можжевельниках. Некоторые можжевельники стали очень красивые, и я хочу вам их показать. Можжевельник Gold Coast. Весной он меняет свой цвет немножко, и на кончиках появляется вот такая вот желтая хвоя. Выглядит это очень красиво. И ярко. Малыш Gold Star. Первая весна в нашем саду. В прошлом году его только посадили. И наблюдаю, что он тоже весной такой красивый. И на кончиках на хвои такие желтые у него вкрапления. Можжевельник Пфицериана Ауреа. Он, в принципе, всегда немножко на кончиках с намеком желтого. Но сейчас у него поярче становятся эти желтые кончики. Так же выглядит очень красиво. И вообще он выглядит таким легким, воздушным, этот можжевельник. Мне очень нравится. И он совсем не колючий. Пфицериана Ауреа. Вот такие красивые веточки. Маленький можжевельник Мордиган Голд. Также украсил себя желтым цветом. Тоже выглядит ярко и красиво. Можжевельник Кинг Офф Спринг. Так как он и так желтенький, и его вот эти кончики хвои желтенькие не так отчетливо видны, как у других можжевельников. Но они тоже есть и тоже очень красиво. Можжевельник Олд Голд. Теперь уже очень яркий желтый. На Минджулеп совсем не похож. Если зимой и ранней-ранней весной его можно спутать с можжевельником Минджулеп, то сейчас уже не спутаешь. Он уже яркий и желтенький. Тоже Олд Голд Хвоя мягкая и очень такой красивый можжевельник. Можжевельник Голд Шац. У него сейчас появился немножко рыжий цвет. А это значит, что на кончиках хвоя пошел молодой прирост. И он такой рыженький. Выглядит очень необычно, очень красиво. Это, наверное, один из самых интересных и необычных таких можжевельников. Очень интересно выглядит его хвоя. Очень интересный у него окрас. И сейчас он трехцветный вообще. Зеленый, желтый и оранжевые вот эти вот кончики. Очень красиво выглядит. Можжевельник Лайм Глоу изменил свой цвет. Убрал рыжий. Оставил только внутри зеленый, сверху желтый. Но на кончиках появляется вот этот вот молодой прирост. И он такой, кажется, рыженький. Пока можжевельник Лайм Глоу не очень яркий. Тоже такой желтенький цвет у него. Издалека виден. Но пока немножко не яркий он. Будет поярче. Можжевельник Голд Кисен. Посмотрите, какой он стал красивый, яркий. Также на кончиках окрасился в желтый цвет. Уже издалека заметен. Также у можжевельника Голд Кон. Начался молодой прирост. Кончики окрашены где-то в желтый цвет. Но в основном в желтый цвет. Этот Голд Кон немножечко подгорел с солнечной стороны. Но не сильно. Тоже сейчас очень красивый. Где-то есть такие более зеленоватыми, кажется, кончики. Не только желтыми. Ну, в зависимости от освещенности. Я уже рассказывала, что с солнечной стороны Голд Кон ярче. А с северной стороны тут меньше солнышка. Он более зеленый. И молодой прирост, соответственно, тоже, кажется, зеленоватым. Можжевельник Голден Карпит изменился по цвету. Сейчас он такой зеленовато-желтый. Очень яркий, красивый. И на кончиках вон уже видны изменения. И молодой прирост. Тоже такой немножко молодых. Кажется, рыженький такой молодой прирост. Можжевельник Блю Альпс весной тоже очень красивый и необычный. Но не так из-за цвета, как из-за появления вот таких вот красивых шишечек. Смотрите, как веточка выглядит ярко. Да, молодой прирост уже начинается. Видите, на кончиках хвой. Но он такой зелененький, не яркий. А вот эти вот шишечки, эти шишечки, это тоже такая отличительная черта у можжевельника Блю Альпс. Очень красиво, необычно. Можжевельник Холгер. Отличительная черта у можжевельника Холгера. О том, что его часто путают с Блю Альпс и с другими можжевельниками. Это вот такой вот весенний окрас с желтыми кончиками. Сейчас они еще не сильно желтые, но с каждым днем они уже все желтее и желтее. Сейчас они немножко такие зеленовато-желтые. Даже непонятно, больше зеленые или желтые. Но уже виден вот этот эффект. Это отличительная черта именно Холгера. Если вы не знаете Блю Альпс у вас или Холгер, то вот Холгер весной будет такой. Ну а Блю Альпс, я уже показала, будет с шишечками. Можжевельник Обыкновенный Хиберник. Сейчас очень красивый, необычный. Смотрите, старая хвоя такая голубоватая. На кончиках вот такой вот салатовый яркий молодой прирост. И еще вот эти вот синие шишко-ягоды. Очень интересно, оригинально выглядят. Кстати, планы мои изменились. Я рассказывала, что хочу пересадить можжевельник Обыкновенный Хиберника. Но он очень хорошо восстановился. Убрал рыжий цвет. Поменял, начал нарастать. Поэтому я еще проконсультировалась со специалистом. Мне посоветовали все-таки еще на год его оставить на этом месте и посмотреть. Если же он каждый год будет очень сильно подгорать и выходить из зимы, тогда менять место. Но просто еще зима на зиму не приходится. Просто вот в этом году вот так получилось. Поэтому, наверное, пока я его оставлю. Пока не буду пересаживать. Но он очень хорошо восстановился. Все можжевельники уже хорошо восстановились. И вот этот вот, который был самый рыжий, также очень хорошо восстановился и дает уже молодой прирост. Поэтому пока можжевельник Обыкновенный Хиберника еще, наверное, на годик оставлю все-таки. Можжевельник Обыкновенный Арнольд. Также начался у него такой молодой яркий прирост салатового цвета. За Арнольдом наблюдаю первую весну. Посажен он был в прошлом году. Очень мне нравится этот можжевельник. Как он выстоял в зиму, как он выстоял в весну. Какой он сейчас тоже красивый. Вот такой вот зеленый, салатовый даже, я бы сказала, молодой прирост на кончиках. У всех остальных можжевельников, конечно же, тоже весна, тоже изменения. Ну, просто у них эти изменения не такие яркие, не такие заметные. А самые яркие и заметные изменения на можжевельниках я сегодня показала. Это можжевельник Грей Оул. Тоже видно, что весна, что изменяется, но не настолько яркий. Вот, как и хотела, посадила Грей Оул в компанию Кспирей Гревшейн. Мне очень нравится сочетание. Он сразу был в другом месте. Но вот этот вот цвет листиков и цвет хвои, они прям просились друг к другу в компанию. И сейчас эта компания мне очень нравится. Скоро уже спирей распустится. Им будет еще красивее. Насколько веточка похожа на хвою по цвету. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...